период реанизации краткий будет ли потому что характеристика самой эпохи но что интересно объектов этой эпохи много то есть период реанизации как раз завершение можно сказать большого взрыва хотя большой взрыв считается только сам момент вот этот образование материи да потом она все таки еще оставала вселенной не было структуры нам известны а вот как раз эпоху реанизации формируется вот теперешняя наша известная структура вселенной поэтому считать что потом идет это вещества реанизация была между 550 миллион лет и 800 миллионов лет по некоторым оценкам либо до миллиарда лет по красному смещению оценивают то есть до реанизации были темные века когда был просто газ а вот реанизация это звезды вспыхивают в газе свет звезд он превращает межзвездное пространство 5 в ионы то есть принципе там холодная эта плазма потому что она ионизировался то есть там нет водорода нейтрального это позволяет свету легко проникать поэтому считается что темные века закончились и вспыхнулась вселенная снова прозрачной стала но процесс долго продолжался порядка 300 миллионов лет как раз пока продолжался этот процесс образовались звезды галактики квазеры скопление галактик то есть вот эта вот вся структура предполагает что первые плотные такие объекты сравнительно были квазеры которые возникли ну и очень много естественно гипотез о том как образовываются собственно галактики почему такие галактики темную материю приплетают и так далее звезды начали синтез элементов тяжелее гелия то есть на момент начала этого периода самым тяжелым был гелий возможно был небольшом количестве литий остальные элементы образовались уже в звездах причем любые элементы тяжелее гелия считаются металлами поэтому потому что они в звездах возникли вот ну вот краткая характеристика будет маленькой получается а рассказывать про это долго и практически по моим расчетам весь май и значительную часть июня потому что сейчас я буду рассказывать про все объекты которые возникли в этот период а это все звезды галактики очень много вплоть до планет сейчас обнаружили экзопланеты поэтому в принципе хотя скорее всего образование планет это конечно в эру вещества нужно поместить потому что планеты возникают из тех веществ которые уже звезды сварили поэтому да то есть получается я вот в этой эре в реализации рассказываю все что относится к звездам черным дыром квазором в общем ко всем непланетарным объектам которые из водорода и горящего и гелия состоят а потом уже значит про планеты